Всем привет! Сегодня мы с вами попробуем приготовить вот такой вот овощной суп-пюре, который я нашла в интернете. Кстати, сайт называется edalight.ru И здесь очень много рецептов, таких, которые подходят для тех, кто сидит на диете, но в то же время они очень низкокалорийные. Вот этот суп обещает нам быть 57 калорий за порцию. Выглядит очень-очень круто. И, в общем-то, сейчас с вами попробуем его приготовить. Первое, что я сделала, это нарезала, ну, такими вот кусочками филе куриное. И оно сейчас у меня пойдет вот сюда вот вариться. В общем-то, будет бульон куриный у меня. И, в общем-то, давайте его забрасывать туда. Там у меня немножко воды уже налито. Сейчас отфильтрую еще воды и долью где-то, наверное, до половины. Как видите, я готовлю всегда в больших, очень больших таких кастрюлях, потому что супчик у меня уходит очень быстро. Вот, значит, курочка у нас уже пошла сюда. И сейчас я буду начинать отварить. Далее нам понадобится порезать мелкими кубиками сельдерей морковь и лук. Лук я, наверное, пропущу в блендере, прокручу, потому что я люблю мелко, когда порезан лук. А морковь и сельдерей сейчас буду, в общем-то, резать. Я думаю, что это все много мне даже будет, но сейчас посмотрим по консистенции, что у меня будет получаться. Буду резать маленькими кубиками. Итак, вот я все нарезала. У меня здесь морковка, сельдерей. И я прокрутила этот, как его, лук через блендер. И сейчас все отправится вот сюда, будет жариться. Там бульон у меня варится. Это сейчас мы будем вот это все тушить. И пока оно будет немножко тушиться, там я буду чистить картофель и тоже резать вот, ну, какими-то вот такими вот кубиками. Тоже туда его отправлю. Ну, сейчас, в общем-то, посмотрите, что будет получаться. Следующим шагом я почистила три картофелями небольшие. Я думаю, мне их хватит, потому что у меня здесь уже места как-то не очень много. Также я немножко посолила свой бульон. И, собственно, тут все у меня тушится, жарится. И сейчас я тоже кубиками порежу картофель и все вот туда вот брошу. Время картофелю отправятся остальные мемовища. Мне действительно не совсем удобно вот так вот делать, конечно, одной рукой. Но, тем не менее, я думаю, смысл будет понятен вам. Я думаю, как раз картофель у меня получилась нормально. Так что я не прогадала в этом плане. Теперь нам нужно это все перемещать между собой. Я еще вот дам ему постоять на плите минут пять, десять, в зависимости от того, как оно там себя будет чувствовать. И после этого хорошенько посолю, поперчу, добавлю там все приправки, которые я захочу добавить. Ну, сейчас вам это все делать, я попробую еще. Вот какой-то вот такой вот винегрет у нас все получается. По-моему, очень вкусно. Теперь нам сказано взять триста волны ложки из муки. Я вот такими ложками мерила, вот сюда отмерила. И двести граммов нежирного молока. Двести миллилитров, в общем-то, нежирного молока. У меня полтора процентное молоко я взяла. Там опять-таки у нас все жарится и варится. Бульон у меня уже тоже выглядит вот как-то так. Курочка тут уже сварилась и ждет, когда в нее, в общем-то, все вот это вот уже зайдет. Поэтому сейчас мне нужно успеть, пока у меня там еще все не сгорело, вынуть молоко и венчиком это до однородной массы все перемешать, чем я, собственно, сейчас и буду заниматься. На мой взгляд, овощи уже начинают чувствовать себя довольно вяло, поэтому я их отправляю в суп и буду варить суп их там минут пять, не больше. Или до этого времени сварится картошка. Все уже там варится. И, по-моему, с консистенцией супа я вполне угадала. Он получился достаточно плотным, но в то же время не слишком плотным. То есть можно будет именно естся, но это в то же время не каша. Если честно, я только что попробовала этот суп, и мне он уже вот так нравится. Я даже не знаю, стоит ли вообще продолжать с молоком, потому что в рецепте это как крем-суп с молоком получается. Вот я уже здесь взбила до однородной массы мое молоко с мукой. И что-то я так думаю, что вот этого вот 200 граммов будет слишком мало на такую здоровенную кастрюлю. Жалко вы мне, конечно, сейчас ответить, не можете, как в прямом эфире. А то я бы с кем-то посоветовалась. Мне кажется, что мало. Я, наверное, сделаю в два раза больше. Вот, здесь всего столько. А кастрюленция у нас вот такая вот аж по размеру. И что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Да, наверное, сделаю больше все-таки. Много не мало. Теперь мне кажется, что это больше похоже на правду, как вы считаете. Потому что, да, вот супчик у меня уже там, мне кажется, картошечка там уже готова. Где она тут у меня? Хоть какая-нибудь одна. Сейчас мы ее попробуем. Да, она уже сварилась. Поэтому я сейчас буду сюда добавлять мое молочко. Давайте при вас так и попробуем, в общем-то, все сюда выйдете. Так, все, что-то у нас получилось. Так, вмешаем, вмешаем. О, в принципе, мне кажется, я опять-таки угадала с консистенцией. И скорее всего, молока. Потому что супчик приобрел такой цвет, правильный, молочный. И кастрюлька как раз заполнилась практически до самого верха. Так, сейчас я буду это все помешивать, поваривать еще немножко. И увидимся с вами чуть позже. Девчонки, вкуснотища-то какая! Вы себе просто представить это не можете. Я вот все пробую, пробую этот суп. Он становится все лучше и лучше. Супер, супер, супер. Я очень довольна этим рецептом. Ой, по-моему, все размазано, да? Да, вот сейчас все нормально. Я еще добавлю хмели-сунели. Как по рецепту, честно говоря, я не знаю сколько. Ну, так, на глаз. Вот столько хватит? Ну, еще чуть-чуть. Вот как-то вот так. Я, честно говоря, эту приправу мне особо с ней знакома. Я ее не использую, по-моему, нигде не использовала раньше. Ну, может, использовала, если тоже по кому-то рецепту готовила. Но так в просто обычном хозяйстве как-то не сильно она у меня в ходу. Я извиняюсь, что у меня еще такой запыханный голос, потому что я болею и в нос немножко говорю и как-то устаю намного быстрее. Поэтому, в общем-то, прошу меня извините, если мой голос как-то не очень хорошо звучит. Так вот, вот я добавила хмели-сунели. Нифига не слышу, как оно пахнет, но на вкус, конечно, потрясающе. Вот, консистенция какая-то вот такая получилась. Это, в принципе, все. Сейчас я буквально там 2-3 минутки его поварю еще и уже буду его накладывать в тарелочку. И вот супчик мой наконец-то готов. Вот, кстати, вам хороший, хороший сразу позитивный отзыв от Сэмит. Он спал? Будь здоров. Он спал и проснулся, услышал. Да! Ты так думаешь? Вкусный супчик? Вкусный супчик получился, да? Да, он говорит, что очень вкусный супчик получился. Поэтому я его уже пробовала. Он обалденный, всем советую. Поэтому, если, в общем-то, вам интересно было, то можете его повторить. Потом скажете мне, как вам понравилось. Если вам понравилась идея вот такой вот готовки вместе со мной, говорите. Я, может, еще что-нибудь с вами приготовлю. У меня сейчас в планах еще тоже сделать свою собственную колбасу. Потому что колбаса из супермаркета, ну, базарная тоже колбаса, это яд, грубо говоря, для нас. А вот Семка все хочет попробовать. Эй, Сэмик, не кушай мой суп. Вот. А такого колбаса домашнего приготовления, в общем-то, она очень, кстати, просто готовится. Поэтому, если вам интересно, то говорите мне, будем с вами вместе готовить. В общем-то, приятного аппетита мне и вам, если вы сейчас будете кушать. И до скорой встречи в новых видео. Пока.